Силы нефти быков ослабевают. В течение недели возможна дальнейшая фиксация прибыли в рамках коррекции. Рубль в боковике ищет поводы для дальнейших движений. Элементом поддержки для него остается нефть. Нефть остается дорогой, хотя на рынке наблюдаются признаки смены настроения. Факторы поддержки остаются прежними, инвесторы позитивно реагируют на итоги прошедшего заседания ОПЕК+. Тогда Альянс смог впечатлить рынки, и если он был нацелен на повышение цен, то ему это вполне удалось. Только за несколько сессий котировки выросли более чем на 5%. Однако текущим договоренностям между участниками сделки все же нестабильны и в основном зависят от позиции Саудовской Аравии, которая продолжает сокращать добычу в стране по собственной инициативе. Учитывая, что саудитам для балансировки бюджета нужна нефть по 89 долларов за баррель, они вполне могут и дальше продлевать инициативу уменьшения нефтепроизводства. И этого будет достаточно для поддержания ралли на рынке энергоносителей. Целью покупателей пока выступает отметка 73 доллара за баррель нефти марки Brent. Инвесторы также обращают внимание на статистику. Они положительно отреагировали на данные о росте импорта нефти в Китай. В последней сессии отмечалось резкое повышение курса доллара по отношению к мировым валютам. И на открытии сегодняшней сессии наблюдаются признаки обоснованного отката. Американская валюта по-прежнему находится в восходящем тренде. И это давит на сырьевые активы. Коррекцию по нефти все же исключать не стоит. Сегодня на открытии сессии покупатели пытались и дальше толкать цены вверх, но силы похожи на исходе. Рынок перегрет и нуждается в небольшой передышке. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent уходила в небольшой минус. Далее нисходящее движение усиливалось. Нефти быкам пришлось уступить отметку 68 долларов за баррель. Схожая динамика наблюдалась по американской сырой нефти. Апрельская WTI ушла ниже в отметке 65 долларов за баррель. Ближайшей поддержкой для Brent выступает отметка 67,5 долларов. Вчера на малоликвидном рынке российская валюта практически не изменилась. Дорогая нефть и небольшой отскок по паре евро-доллар могут поддержать российский рубль сегодня. Однако существенных поводов дороста у нее по-прежнему нет. Внешний фон на открытии сессии был неоднозначный. Наблюдался небольшой перекос в сторону повышения аппетита к риску. А в плане макроэкономических публикаций вторник, как ожидается, будет довольно спокойным. В этой связи внимание к долговому рынку должно сохраниться. Новую сессию «россиянин» начал без существенных колебаний. Изменения были в пределах 0,2% в пользу американского доллара. Любой санкционный негатив может выбить из колеи позиции рубля. Ухудшение внешнего фона также поспособствует снижению курса рубля в паре с долларом. При таком раскладе пара доллар-рубль может тестировать на прочность верхнюю границу боковика, которая расположена вблизи отметки 74,70. Если доллару удастся его пробить и зафиксироваться выше, то далее дорога откроется к отметке 75,00, которая также может быть пробита вверх. А на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся в следующем выпуске. Я расскажу вам о том, как проходят торги на европейской сессии.